Здравствуйте подписчики и гости канала Этот Удивительный Мир Сад и Огород. Сегодня разберемся, кому уже пора доставать картофель на проращивании, а кому быть на низком старте. Клубни картофеля прорастают от 3 недель до 1,5 месяцев. Это зависит от сорта и условий в помещении, где собственно лежит картофель. Проращивание клубней картофеля перед посадкой увеличивает рост молодых растений. Пророщенные клубни дадут урожай на несколько недель раньше, увеличат его на треть. Кроме того, пророщенный картофель дружно всходит. На проращивание берем картофель еще с непроснувшимися глазками. Интересно смотреть ролики, в которых показывают проращивание картофеля по нескольку клубней. Складывают их в мокрые опилки, в солому, в яичные коробки. Это скорее теоретики. Кто же сажает 5-10 клубней? Советы не для нашего времени. Картофель – это второй хлеб. Сажаем его хотя бы пару ведер, чтобы урожай окупил все трудозатраты. Семенную картошку нужно положить в теплом помещении, желательно не в квартире, а в саду, где вы будете ее сажать, чтобы при транспортировке не обломились молодые корешки. Клубни картофеля живые, они дышат. Чем теплее, тем интенсивнее их дыхание. В помещении с картофелем лучше не находиться длительное время, и помещение это нужно постоянно проветрять. Даже в подпол с картофелем нельзя сразу спускаться. Нужно проветрить его минимум 10 минут, чтобы у вас не наступило кислородное голодание. Речь сейчас идет о погребах с плохой вентиляцией. Не исключаем гниение клубней. Могут оказаться подпорченные экземпляры. Осматриваем картофель. Клубни должны быть целые, без признаков болезней. Семенной материал сортируют и выкладывают на проращивание. Характеристики, которые вам нужно будет учесть, освещенность, температура воздуха и влажность. Картофель готов по биологическим часам прорасти уже в начале весны, поэтому проблем возникнуть не должно. Как я сказала, мы выбираем картофель со спящими глазками. В помещении для проращивания должна быть температура в среднем плюс 20 градусов. Должен быть свет, желательно естественный. И немного увлажнить клубни. Я укрываю сверху пленкой или укрывным материалом, потому что очень сухой воздух. Картофель можно рассыпать, но потом его опять нужно будет собирать. Можно положить в сетках, но тогда не будет видно, что происходит внутри. Я ставлю в пластиковых ящиках. Не в один, не в два рядочка, а прямо сколько войдет, без горки. Так выносить в поле удобнее и росточки не повредятся. Опрыскиваю картофель один раз обычной водой из пульверизатора. Под пленкой долго сохраняется нужный уровень температуры и влажности. Влажность должна быть 85-90%. Просто на свету картофель не проращиваю, бесполезно. Лежит, зеленеет. Просто в темноте тоже не практикую, слишком сухо. Поясню для простоты восприятия. Хранится картофель в темноте, сухости, холоде, а прорастает на свету при повышенной влажности в тепле. Мы должны подстраиваться под погоду. Бывает так, что клубни готовы к посадке, а пошел дождь или вам просто некогда. Чтобы корешки не переросли, нужно уменьшить температуру в помещении. Например, открыть окна или дверь. Их рост затормозится. Мне очень понравился способ, когда картофель зарывают во влажный песок. За три недели на нем образуются отличные расточки. Прямо как в энциклопедии. Но я сажаю 24 ведра на свое поле. Живу в Свердловской области. Экономический вопрос. Во сколько обойдется такая картошка? Да она золотая станет. Ничего, я по старинке. А если у вас небольшие объемы посадочного материала, в доступе есть песок, этот метод для вас. Кто знаком со мной по предыдущим роликам, уже понял, что я не сторонник разных химикатов, а количество и качество получаемого урожая доказывает мою правоту. Если вы опасаетесь фитофтороза на картофеле на стадии проращивания, опрыскайте раствором фунгицида, например, проверенным временем фитоспорином. Спасибо всем, кто досмотрел до этого момента. Вам бонус пояснение. Зачем картофель мы окучиваем? В дикой природе, на родине картофеля, в Южной Америке, никто картофель не окучивает. А мы вот должны 2-3 раза за сезон провести эту процедуру. Несмотря на свое нежелание, здоровье. Выйди и окучивай, иначе никакого урожая. А дело все, ребята, в почве. Дикий картофель в Южной Америке растет в рыхлой почве, содержащий карбонат. Вот такой маленький секрет для нашей большой компании. Спасибо за лайки, подписывайтесь. В описании кинула ссылку на ролик, как пробудить все почки у картофеля. Там я рассказываю и про сорта картофеля, и про размеры посадочных клубней. Посмотрите, вам будет интересно. А на сегодня все. До новых встреч!